11 мая состоялось очередное еженедельное совещание администрации. Как сообщил начальник ГОО ИЧС Николай Торопов, по данным МО МВД России Буйский, зарегистрировано 244 административных протокола. По линии ГИБДД 174 нарушения, в том числе пьяных водителей 2. Факта появления в общественном месте в состоянии опьянения и распития 48 случаев и 5 протоколов по неуплате административных штрафов. Заместитель главы администрации по социальным вопросам Татьяна Попова отчиталась в статистике заболеваемости коронавирусной инфекции в городе Буй-Буйском районе. За период со 2 по 10 мая выявлено 16 заболевших, в том числе 9 человек – это граждане в возрасте старше 60 лет и один несовершеннолетний. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 3467 человек. Выстревили 3368 человек. Амбулаторно проходит лечение 14 человек. Умерших за весь период 85 человек. Генеральный директор организации тепловодоканала Лариса Золотова рассказала о проделанной работе за прошедшую неделю. Подготовились к ремонту теплотрассы по улице Красной Армии в районе дома номер 8. Занимались прочисткой самотечной канализации. Сегодня идет ремонт утечки в колодце по улице Полевая 1. На этой неделе планируется произвести ремонтные работы на напорном канализационном коллекторе в районе автостоянки возле парка Березки. Цветность воды в реке 148 градусов. Город вода подается 15 градусов цветности. На сегодняшний день остатки угля составляют 86 тонн. Генеральный директор ООО Вира Алексей Баринов доложил, что за прошедшую неделю поступило 62 заявки. Все работы выполнены. Текущие ремонтные работы проходят по улице 10-й годовщины октября 54-е. Замена арматуры. Как сообщил руководитель предприятия ООО «Дорожник» Роман Косарев, на прошлой неделе занимались уборкой мусора из урн вдоль дорог и тротуаров, помывкой и покраской ограждений, также проведена уборка и вывез смета, произвели ремонт дорожных знаков, произвели уборку и чистку площади революции, убрали и вывезли ветки. Занимались механизированной и ручной уборкой тротуаров, покрасили ограждения на братской могиле на старом кладбище. Также занимались влажной очисткой площадки «Забава». Генеральный директор организации ООО АТП города Буй Николай Амельченко сообщил, что в выходные и праздничные дни работа проходила в штатном режиме. Никаких происшествий на предприятии не было. От пассажиров жалоб не поступало. На ремонте сейчас находятся три автобуса. Представитель отдела образования сообщил, что все запланированные мероприятия на прошлой неделе прошли успешно. Были организованы рейды по заброшенным местам с участием родительских комитетов и представителей администрации школ города и района. 12 и 13 мая совместно с отделом культуры будут проведены соревнования по летней спартакиаде школьников. Также идет подготовка к приемке пришкольных лагерей.